Приветствую, друзья! Вот я вспомнил случай, когда я ещё работал в Махачкале в поликлинике номер один, заведовал кабинетом иглотерапии. Ко мне привели мальчика. Всего такого побитого, всего в синяках, он, оказывается, сбегал из дома, и потом его через пару недель, через полмесяца находили где-то в товарном поезде и возвращали домой, а он ничего не понял, не помнил. В чём было дело? Я ему дал ключ, он вышел на это состояние, транса такого, освободился вдруг от всех вот этих вот напластований, и вдруг голова у него прояснилась, и он стал со мной нормально разговаривать, и я его научил больше из дома не сбегать. Я его попросил, выйди ты на это состояние нулевое, разгрузку. И помечтай о том, что теперь у тебя всё будет хорошо. И у него так и было, он больше никогда никуда не убегал. Его родители были просто счастливы. А почему всё это получалось у него? А вот почему. Потому что когда человек в сильном стрессе, у него происходит зависание. И в этом зависании он находится в трансе. Этот транс, когда вот многие люди, вот бывает такое, как бы они симулируют в этот момент невольно и деменцию пожилого человека, симулируют невольно, сами того не подозревая, и то, что они ходить не могут и спать не могут. Оказывается, они зависли в каком-то стрессе. Вот этот феномен зависания, о котором я из ролика в ролик говорю, что это проблема у человека, что там у него блокируется ясность ума, творческие возможности, критичность, разумность, способность трезво оценивать ситуацию. И он находится в таком положении, как инвалид, такой больной. Вот видите, мальчик такой, и такие взрослые люди тоже попадают в такое состояние. Об этом я вам хотел рассказать. Поэтому с помощью ключа можно выходить на нулевое состояние, то есть разгрузиться от всего, освободиться, выйти из состояния зависания, как компьютеры делают разгрузку и перезагружают мозг. Перезагрузили. И опять с ясной головой мыслить свободно. А для этого нужно выходить на наши бесплатные ликбезы. Потому что очень много подростков в таком положении сбегают из дома или в детдомах находятся, болеют всякими проблемами. И взрослые люди, и ваши мамы, и папы могут попасть в такое положение. А сегодня время сложное. Поэтому моя задача, я же врач и психолог, моя задача вам всем помочь. Может быть, вашим друзьям или родственникам. До встречи.